За пять лет в городе на 18% выросла численность предпринимателей, сегодня их 55 тысяч человек. Такой рост происходит за счет промышленных парков, которые действуют в набережных Челнах. Четыре государственных и семь частных обеспечили работой почти 8 тысяч челнинцев. О других результатах работы парков и планах на ближайшие годы рассказали на деловом понедельнике в мэрии. Десятая часть всех промпарков России расположены в Татарстане. Из них 10% работают в Челнах. Один из крупнейших, Кипмастер, привлек более 250 предприятий и создал для города 6 тысяч рабочих мест. Но это не предел. Благодаря поддержке Фонда развития моногородов подготовлено еще 170 квадратных метров дополнительных площадей. На сегодняшний день 27 компаний разместили свои производственные мощности на данной площадке. Всего к концу 2019 года планируется разместить порядка 40 резидентов, которые создадут более 1500 рабочих мест. Еще один промпарк «Развитие» только начинает работу. В марте там открылся первый завод «Луч» по производству промышленных котлов и теплогенераторов. К концу года заработает еще 6 компаний. На территории парка площадью 24 гектара разместятся 22 предприятия по разным видам деятельности. Это изготовление инструментов для нефтедобычи, производство мягкой мебели, автокомпонентов и другие. Общее количество рабочих мест парки составит 1200 единиц. Значимым событием для города стала церемония закладки первого камня завода стиральных машин. Это первая фаза реализации индустриального парка «Хайр» в России. Компания инвестировала 1 миллиард рублей. Следующая цель – построить в Челнах завод кухонного оборудования. Для повышения эффективности в данной сфере необходимо улучшать инфраструктуру промзоны, заявил мэр. При формировании программы дорожных работ на 2019 год обратить внимание на подъездные пути где-то километр, где-то 500 метров, где-то полтора километра к нашим промышленным площадкам. Резидентам промпарков напомнили и о мерах поддержки. Для них действуют такие программы, как лизингрант, микрозаймы от Фонда поддержки предпринимательства, кредиты под поручительство Гарантийного фонда республики. Появилась и так называемая промышленная ипотека. Дело в том, что из-за недостаточных объемов собственности для залога некоторые предприниматели не могут получить кредит в банке. Поможет в этом новая программа. Пилотный проект запустят уже в этом году. Ландыш Капранова, Андрей Буслаков, Челны, 24.